специалиста международного уровня, который поделится своим многолетним опытом по теме «Ведущие психосоматические причины лишнего веса и секреты, связанные по решению вопросов лишнего веса». Это для вас будет подарок еще к этой теме. Итак, встречайте, Вячеслав, неделька. Вячеслав, прошу вас. Так, добрый вечер. Слышно нормально, все классно. То есть, сама задачка у нас определиться по причинам. Именно причины, именно что такое психосоматика. Потому что есть задачи психологического характера. И одна из таких, ну, больших, веских, аргументированных таких, ну, одно из направлений — это действительно лишний вес, это вообще не только как бы направление психосоматики. Здесь именно психология и соматика в одном лице. Почему объясню? Потому что есть у нас процессы, которые зависят не от именно внутренних, каких-то внешних факторов, а именно внутренних. Они глубоко внутри на подсознательном уровне. Почему? Потому что, вот смотрите, если объяснить так более коротко и понятно, когда у нас… Вот если мы идем по прямой дороге, да, а потом начинаем идти в горку. Либо мы идем по прямой, а потом начинаем подниматься по лестнице. Что у нас получается? У нас получается, что начинается усиление сердцебиения. Мы же это не контролируем. Правда? Правда. Почему? Нагрузка мышц, они вытаскивают кислород. То есть есть внутренние процессы, которые мы не контролируем. Точно так же мы не контролируем, сколько мы раз вдохнули, сколько выдохнули. Мы не контролируем, сколько мы раз моргнули глазами и тому подобное. То есть у нас очень много процессов, за которыми мы не имеем контроля. Над которыми мы не имеем контроля. Вот так. И получается что? Что вот именно… Я сейчас буду проговаривать причины, именно вот те, которые бесконтрольные. Они у нас ложатся на подсознательном уровне, и мы их даже не можем сразу озвучить для самого себя и пронаблюдать. Мы можем только в конце, после того, как оно уже проявилось, потихонечку отследить обратную связь и понять этот конфликт, который создался определенными действиями, событиями или же нашими мыслями. То есть вот это все в совокупности дает, естественно, по бочку как бы это лишний вес. Потому что вот, допустим, как сама медицина говорит, это рост жировой ткани, застой жидкости, оттеки, да. Но они не углубляются в глубину. Почему так получилось? Очень много причин есть, допустим, по идее, по образу жизни, но мы пока это не будем трогать. Пока мы именно поговорим о причинах, которых не меньше десятка, я их так, по крайней мере, насчитал, которые на подсознательном уровне, на подсознательном, именно приводят к процессу набора веса. Вообще, что такое понятие набор веса? Набор веса – это один из таких моментов, когда у нас прикрываются канальцы почек и начинается просто застой жидкости. И банально первые, допустим, 5-7 килограмм – это никакой не вес, это никакой не жир, это просто оттек, именно оттек. Потому что в короткий промежуток времени набрать жировой ткани больше, чем, допустим, на 5-10 килограмм – это практически нереально, ну просто нереально. Она с такой скоростью расти не может, физически не может нарастать с такой скоростью жировая ткань. Из-за этого получается, что большое-большое внимание – это непосредственно оттеки, именно оттеки. Вот, дальше, что у нас получается? Очень часто первое, что бросается в глаза – это конфликт, который, ну как, вызывается переменной обстоятельств. Это стресс, именно стресс. В процессе стресса, получается, человек перенапрягается, он не знает, как вести себя, чувствует неловкость. И вот эти все, как бы, эмоциональные перекосы, ну, фактически, как бы, травмируют его. И он начинает, как, закрываться немножко. В процессе стресса, что первое? Первое – играют почки. Почему? Потому что, когда у нас есть внутренний биологический конфликт, да, который получается, он что делает? В случае любого, ну, неприятности нам нужна жидкость. То есть жидкостные структуры должны сохраниться для того, чтобы нам обеспечить, как бы, выживание. Ну, если даже без еды мы можем выдержать какой-то, ну, больше промежуток времени, скажем так, то без пищи, естественно, он сокращается, там, ну, до недели, фактически, такое, если экстренное. Вот, из-за этого у нас самый первый конфликт – это удар по почкам, по мочеполовой выделительной системе. Вот так. И еще, что получается? Вот этот резкий набор и потом резкий спад. Наоборот, сначала резкий спад, начинается конфликт, а потом начинается набор, 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 набор. Вот, то есть много воды – не всегда это полезно. Потому что я вот многим своим пациентам пытаюсь объяснить, что разные конфликтные ситуации. И вот когда вот многие говорят, что надо пить много воды, я говорю, ну, подождите с этим, здесь это настолько индивидуально. Почему? Потому что в некоторых ситуациях, да, организм уже в конфликте, уже начинает оттекать, уже конфликт идет по почкам. А здесь его еще принудительно залить водой – ну, это нереально. Человек еще больше начинает оттекать, у него больше начинается еще больше стресс, потому что он не может справиться и так с этой ситуацией. А у него еще дополнительные начинаются ситуации. И он загоняет себя в совокупность стрессов. И получается, что один не решился, а начинается другой. И вот этот вот порядок как бы разобраться внутри себя, что зачем идет, что зачем следует – это, ну, очень важно. Сложно, но можно, скажу так. То есть желание, ну, вот знаете, как говорится, спасение утопающих – это дело рук самих утопающих. Почему? Потому что переложить ответственность на кого-то – ну, это самый простой вариант. Но здесь надо, чтобы действительно работали несколько специалистов. Почему? Потому что каждый специалист со своей области – это совокупность. И каждый специалист должен со своей области создать определенные условия. Почему? Потому что, смотрите, здесь есть момент какой? Питание, физическая нагрузка, соматическая основа – это все в совокупности. И, естественно, здесь есть своего рода как побочные эффекты. Потому что, не решив одно, усугубляется другим. Вот. Так. Дальше. Еще. Похудение. Вот само похудение. Конфликт не… Он должен быть непосредственно как бы направлен не на то, чтобы просто стать меньше. Нет. А на то, чтобы убрать внутреннее, как бы, отношение к себе. Почему? Потому что один из конфликтов такой – это негативные мысли. Вот просто негативные мысли, которые разрушают самого человека по отношению к себе. Это конфликт самообесценивания. И вот конфликт самообесценивания – это тоже такая вот как бы внутренняя программа, которая идет как бы предъява. А если предъява – это сам человек, сам себе уже носит удар, ущерб. Вот. И получается, что в окражении зеркаля человек видит картинку, которая ему не нравится, некомфортно. Он хочет ее изменить. И вот это вот как самовечевание начинается. Это опять же конфликт по почкам. Опять же. То есть опять же у нас получаются конфликты. Вот. И здесь такая как бы тонкость, задача – принять себя на тот момент таким, какой есть. То есть не с предъявой к себе, а наоборот посмотреть на себя с другой стороны, что да, я не идеален, но в то же время у меня есть к чему стремиться. То есть начать искать путь к собственному совершенству. Именно поставить цель не похудеть ради худобы. Потому что худоба – это худа, это болезнь. То есть очень часто к этому можно зайти. Если переусердствовать, то можно создать себе условия минимального тела, но при этом приобрести отдельный как бы набор болезней, которые не нужны фактически, так сказать. Вот. И чтобы было похудение за счет того, чтобы принять себя, более счастливым, нежным, ну допустим, с огромными плюсами. Вот просто с плюсами. Вот. То есть, ну и здесь попутно, я думаю, вот так оно более должно ложиться, легче и приятнее для самого человека, для самого осознания, для чего я это делаю. Ну то есть путь. Путь и цель. Это важно. Вот. То есть нарушение обмена веществ. То есть получается, что у нас сама структура – это белки, жиры и углеводы. Вот это все… Ой, фу. Белки… Так, это отдельная тема. Заблудился. Прошу прощения. То есть обмен веществ – это вода, углекислый газ и непосредственно калории. Это понятие жира. Так. И вот здесь вот есть само занятие, само понятие, что это все должно быть в каком-то правильном, совокупном режиме друг с другом. Оно должно содействовать, работать друг с другом. То есть если мы какую-то фазу отсюда выдираем, то получается нарушение внутри организма. И опять же получается внутренний конфликт. То есть конфликт какой? Это конфликт даже того же питания. Нарушение обмена веществ – это конфликт питания. Ну фактически что? Человек переходит на, допустим, вегетарианство, на какую-то просто травку и тому подобное. То есть ограничение. У него идет конфликт – это уже ограничение. То есть получается что? Первый этап – это сливается водичка. Да, она просто сливается и человек начинает худеть. Но потом же организм понимает, что начинается конфликт. Внутренняя структура начинает понимать, что стоп, что-то здесь не то. Начинается включаться защита. Автономная защита, которую мы не понимаем. Она включается на подсознательном уровне. И получается что? Что организм начинает удерживать воду. Потому что он понимает, что раз хозяин голодает, значит ему плохо. И первое спасение – это хотя бы удержать воду. Второй этап получается. Человек мало того, что ограничивает себя в питании. Это вот такие экстренные диеты. Он еще идет в зал. И получается что? Что у человека идет второй конфликт. Мало того, что у него не хватает питания. Ну, фактически, чтобы содержать это тело. Потому что нагрузка все-таки по-любому идет. Организм включает резервное питание. Как бы уходит на резерв. А у него еще идет нагрузочка физическая. Хорошая физическая нагрузка. И получается, что второй конфликт. Эндокринная система опять же начинает конфликтовать. И опять же удерживает воду еще больше. И еще больше делает резерв внутри по энергетическому потенциалу. Вот так. Вот. И получается, что здесь опять вкладывается вот та структура белки, жиры и углеводы. Чтобы это был правильный подход. Почему? Вот я многим пытаюсь объяснить. Если вы идете в зал, то не надо ограничивать себя в питании. Потому что если правильный инструктор по непосредственно фитнесу, тренер, он обеспечит вас нормальным питанием. Почему? Там нужно четко уделить белкам, жирам, углеводам. Потому что без жиров и белков фактически наше тело начинает страдать. Вот. Это тоже одна из причин, которая, допустим, приводит к перекосу, перекосу гормональной системы и лишнему весу. Вот. Дальше, что у нас. Дальше, что у нас идет тоже. Это вот именно поджелудочная железа. Конфликт отвращения с сопротивлением. Тоже интересные конфликты, которые создают внутри такой, как бы, вариант, противоположный диабету. Когда идет тоже скачок непосредственно по инсулину, который, получается, сжигает пищу, и она не усваивается, так как вообще желательно, чтобы она усваивалась. Что это такое? Вот, допустим, чтобы можно было это глубже объяснить, показать на примере. Это когда вот человек, ну, с одной стороны, это когда неудовлетворение от того, что ты делаешь. Вот травма самому себе. Я вынужден, мне надо. Вот такие именно жесткие вещи по отношению к самому себе. Ну, вот, как бы, тоже такой один из примеров. Это когда вот уборщица, допустим, вот, да, человек убирает туалет. Вот ему тяжело, ему противно, ему это и то. И вот там очень часто женщины, которые имеют такой, ну, немаленькие объемы, это тоже вот внутреннее противостояние. И одна из форм, это, естественно, этот внутренний конфликт. Внутренний конфликт, который именно отвращение с сопротивлением. Человек сопротивляется фактически самому себе. И в ущерб самого себя он что-то делает. То есть здесь тоже отношение к самому себе очень важно. То есть позволить себе делать какие-то вещи во благо, но не в ущерб. Я многим пытаюсь задать вопрос такого вот характера, что вот удовлетворены ли вы своей жизнью? Это очень сложный вопрос. И когда, я говорю, найдите хотя бы какое-то хобби, чтобы как-то себя можно было сделать с мертвой точки, поставить точки в своей жизни удовлетворения, чтобы я получаю удовольствие, и это хоть какой-то компенсатор идет по жизни. Почему? Потому что мы себя ругаем очень часто, а вот хвалим очень редко. Ну, это в частности такое получается. И когда я многим пытаюсь поставить такую как бы, ну, задачку по жизни, что вот сколько вы раз себя поругали в течение дня, ну, хотя бы столько же раз попытайтесь себя похвалить. Вот просто попытайтесь. Почему это важно? Потому что, чтобы хотя бы вот эта вот претензия к себе выходила в нулевую фазу. Хотя бы в нулевую фазу. Тогда хоть что-то, оно будет компенсироваться. Вот. Естественно, будет, конечно, компенсация для того, чтобы не уходить в минус в таком варианте. Конфликт по печени. Вот так мы будем проходить по органам, чтобы можно было понять, что такое печень. Печень тоже у нас уникальный такой момент, большая ее роль в переваривании пищи. Вот сейчас фактически получилось время для вот этого вот конфликта. Потому что когда COVID начал, ну, как бы, свой путь по миру, получилось, что очень многие ограничили себя во многом. То есть условия внешнего мира. И когда еще вот эта суета по магазинам. Когда люди начинают расхватывать все. И непонятно, что будет дальше. То есть это тоже конфликт. Конфликт, угроза голода. Угроза голода. И что получается? Что фактически от голода никто не умер. Но внутреннее состояние, которое тормозит. Тормозит. Вдруг что-то не хватит. Вдруг чего-то не будет. И тому подобное. То есть человек начинает забегать вперед еще на ровном месте. Еще ничего не прозвучало, а уже человек сам себя накручивает. И вот эта вот угроза, она тоже создает конфликт, когда человек начинает просто в целях самосохранения резервировать себе питание. То есть начинает больше есть, чем, ну, ему потребна вообще, именно потребность его по жизни. В таком вот плане. Вот. Еще один такой интересный конфликт, это коры над почечником. Он интересно звучит, потому что когда человек не знает, как себя правильно повести в определенных сложившихся ситуациях. Когда он никак не может найти, как бы, вот куда идти, что делать. То есть внутренний конфликт, как принять решение. И он постоянно, получается, колебается между какими-то крайностями. Тоже, получается, работает... Ну, у нас очень, то есть несколько конфликтов. Это когда в фазе есть адреналина и кортизона. Вот это вот именно фаза, когда именно идет перекос по кортизолу. И получается, когда перекос по кортизолу, человек вырос. И человек начинает просто есть. Вот просто есть. у него получается перекос внутренний, и он может насытиться, насытиться тем, что у него происходит. Вот просто есть и все, и он как в пустоту. И что самое интересное, вот смотрите, как интересно получается. Есть у нас конфликт сопротивления с отвращением, который вызывает голод. И конфликт крынок почечников, он тоже вызывает голод. И вот здесь вот тоже вот нельзя однозначно сказать, что если он подъедает, значит у него вот это. Нет, это все в индивидуальном порядке. Пытаемся как бы проработать непосредственно суть человека, с чего началось, как и что. Потому что здесь очень много тонкостей, которых вот так однозначно сказать нельзя. Потому что конечная цель, как бы следствие одинаковое, а вот причины могут быть разные. И что самое интересное, что совокупность этих причин может быть одна, две, три, пять. То есть человек может с одного конфликта мягко выходить, вроде как по осознанности, да, и загонять себя в другой конфликт. Это все ситуативный ряд, в котором он живет, в котором он находится. И то есть здесь надо понять, в каком конфликте, в каких, вернее, конфликтов человек находится, и потихонечку их отслеживать. И потихонечку с ними работать. То есть может получиться так, что у человека проходит какой-то эффект, а потом все останавливается. Но это не значит, что все провалилось, все неправильно. Нет, просто он должен осознать через осознанность, проходит дальше, дальше, дальше по этапам. Вот так. Вот. Еще одна из причин — это наша гиподинамия. То есть у нас сейчас мир превращается в такой легкий, доступный диалог, разговор, общение. Если раньше это все было намного, ну как, сложнее, скажем так, чем сейчас, раньше, чтобы поехать увидеть кого-то, надо было собраться, ехать в гости, преодолеть какие-то усердия, движения, расстояния. А сейчас все намного проще. Легким нажатием клавиши на компьютере мы можем пообщаться с человеком другого конца мира. Вот. Это тоже своего рода засада нашего состояния души и тела. Еще такой немаловажный аргумент. Наши дети. Почему? Потому что если взять хотя бы лет еще 15 назад, все было немножечко по-другому. Почему? Потому что в основном все были на улице. И все было движение на улице. Сейчас молодежь зависает просто в гаджетах, которые создают большой-большой, ну нехороший эффект. Потому что вот сейчас, вот, смотришь, сейчас вот детвора в переходном возрасте, которые уже имеют непосредственный набор конфликтов, набор веса, как в частности, и у которого неизвестная причина. Потому что это все, что угодно может быть. Тем более, вот на данный момент, это реально тяжело разобраться. Да. В общем, вот так. То есть понятие о жирах тоже это одна из причин веса накопления. Потому что очень многие думают, что если они убирают жирную пищу, жиры в основном, жиры, из своего, как бы, постоянного обихода, рациона, да, пищеварения, то у них все сразу станет на свои места. Ничего подобного. То есть у нас жиры играют большую роль в формировании многих очень процессов. И если человек убирает в полностью жирную фракцию с пищеварения, то у него нарушается, вообще нарушения идут очень большие в других совсем структурах. И он начинает худеть не из-за того, что он убрал жиры, нет, а из-за того, что создаются проблемы в других действительно процессах жизненно важных. Вот. И то же самое о гормонах. Вот так. То есть еще что? Побочка от медикаментов. Это тоже один из вариантов такого, ну, как бы, серьезного характера. Потому что у нас очень много таких интересных, как бы, заболеваний, которые решаются препаратами на гормональной основе. И здесь вот хотелось бы, конечно, чтобы человек, который четко был осознанный к тому, что если он, ну, как, соглашается на применение гормональных препаратов, что оно может за собой повлечь на какие-то определенные изменения в его жизни. Потому что, решая одну из задач, мы можем сделать совокупность других приключений в своей жизни. То есть я почему говорю? Чтобы это было осознанно. Чтобы человек четко понимал, что если я решаю задачу этими, допустим, препаратами, я точно понимаю, что мне придется потом потрудиться. Не кому-то, где-то, как-то, нет, а самому человеку. И тогда вот через эту осознанность человек проходит тот путь более легко и красиво. Потому что если он четко понимает, о, все это гормоны, я смирился. Смирение — это не значит сидеть и ничего не делать. Наоборот. Я скажу немножечко по-другому. Смирение — это вот как бы с миром сердца, с пониманием того, что я уже попал в эту ситуацию. И убирая претензию к самому себе, это и есть конфликт самообесценивания. Вот именно вот с этим конфликтом убираем претензию и начинаем искать пути решения того, ну, той ситуации, в которую мы сейчас попали. Вот это вот правильный подход. Потому что если на кого-то переложить ответственность, ну, это ерунда получается, а вдруг человек вот на данный момент не владеет той информацией, на данный момент он не дошел до конца, до истины. Тем более, чтобы разобраться индивидуально в каждом человеке, это очень сложно. И мне кажется, что, ну, это лично мое мнение, но когда-то я столкнулся с такой ситуацией, когда мне один человек сказал, что спасение утопающих — это дело рук самих утопающих. И, действительно, основа, если сам человек хочет, он действительно сможет. А перекладывая ответственность на всех врачей, ну, кого угодно, ну, есть вероятность, что мы не попадем к той цели, которую мы преследуем. Все-таки, ну, это лично мое мнение. Вот в таком плане. Вот. И, конечно, что получается? В основном, вот именно по бочке, это кортизол. Вот именно в основном кортизол. Потому что это такая интересная вещь, которая практически везде используется. И даже на многих препаратах есть, что большое потребление этого препарата — это тянет за собой в луноликое лицо. Да, ну, это есть такой момент. То есть есть по бочке, по любому по бочке. Еще такой момент. Хочу просто вот как бы немножко разъяснить ситуацию, что такое вообще целлюлит. Потому что вот очень многие как-то проскакивают этот момент и глубину его не до конца понимают. Вот получается, что… Что такое целлюлит? Это когда человек входит в конфликт самообесценивания, он начинает набирать вес. Потом у него, получается, включаются почки с задержкой воды. И вот все. И на этом моменте начинается просто… Ну, как бы вода растворяется в жировой ткани. И начинаются все вот эти горбы, неровности. Начинается вот эта вот вся непонятная история. Внутри тела человека, внутри жировой прослойки. И вот здесь, конечно, если человек начинает работать с причинами, вот полностью с причинами этих всем, всех, ну, подводящихся в этих историй, что самое главное? Как только начал работать, плюс к этому всему желательно подключить и фитнес, и правильное питание, и, допустим, те же самые массажи, баньки. То есть для того, чтобы тело понимало, что это совокупный вот как бы курс. Невозможно только вот одной соматикой, одной, допустим, только одним питанием, только одной банькой. Нет. Это чтобы человек понимал, что эта совокупность многих направлений должна быть в едином, ну, как бы, контуре. И вот тогда вот совокупность, и мы можем достичь того результата, который мы хотим. А просто поодиночке ерунда получится. Вот в таком вот плане. Вот так. Так что, в принципе, это как бы основа, что очень часто сейчас повторяется. И, ну, я думаю, что это актуальная вещь на данный момент. Вот в таком, в таком, в таком виде. Вот так. Пока все. Спасибо, Вячеслав, огромное. Очень ценная информация. И самое главное, что она ведет к результату. В нашей аудитории больше всего женщин, я вижу. И я первый задам вопрос. Кто хочет, подготовьтесь и за мной можете задать вопрос. Вячеславу, у нас еще есть время. Вот у женщин часто встречающаяся ведущая психосоматическая причина лишнего веса из вашей практики, Вячеслав? Из вашего опыта какая? Самообесценивание. Именно самообесценивание. Почему? Потому что, ну, знаете, вот как вот любая девчонка хочет быть немножко лучше, немножко красивее. И что самое интересное, что эти девочки находят в себе такие эксклюзивные вещи, что, ну, никогда в жизни любой мужчина рядом стоящий даже не увидит, не посмотрит, не обратит внимания. Но вот почему-то им виднее, и они находят такие эксклюзивы, которые, и потом вот этим вот маленьким эксклюзивчиком всегда начинают доедать, докручивать, доверчивать. И причем доверчивают до такой системы, до такой степени, что потом самой от себя становится противно. Но это, вот это вот, это кажется мне сплошь и рядом и очень не распространено. Это просто конфликт самообесценивания. Это очень часто повторяется вещь. А какой выход из этой ситуации, кратко скажите, Вячеслав? Кратко, кратко могу сказать так, что в любой ситуации, которая бы не сложилась, первая задача – это принять себя такой, как есть, да? Вот именно принять себя, посмотреть на себя в зеркало, улыбнуться. И вот я всем пытаюсь, у меня здесь в салоне просто большое зеркало, я ставлю зеркалом и пытаюсь объяснить. Я говорю, хорошо, вот первое – смеление. Если сама создалась, да, вот ситуация создалась же ниоткуда, не вот просто так, не кто-то же прилепил где-то чего-то как-то, значит, какие-то условия в жизни сложились для того, чтобы эта ситуация произошла. То есть, значит, никто сама создала, да, эту ситуацию. И вот по этому поводу, вот интересно, если сама создала, сама смогла, значит, сама могу и убрать. Если это понятие внутри ложится, человек смиряется с этим, то начинается уже по отношению к себе другой подход. Ага, если я это смогла прилепить, значит, я это смогу и убрать. И здесь уже идет приход такой, именно самодвижение. Допустим, я могу себя сделать еще чуть-чуть лучше. Для чего? Для чего? Для того, чтобы я была приятная сама себе, чтобы мне было легче по жизни, чтобы я могла к себе убрать эту претергию. Вот именно я делаю что-то для того, чтобы получить эффект удовлетворения. Вот это будет интересный момент. Благодарю, благодарю за ответ. Дорогие участники, ваши вопросы, потому что у нас остается там чуть больше пяти минут. Пожалуйста. Кому включить микрофон? Или все в раздумьях? Понятно. Вот, Вячеслав, вы сказали комплексный подход. Я правильно понимаю, что он должен быть эффективный. Не просто там приседания, правильное питание, а именно посоветоваться со специалистами, профессионалами, которые порекомендуют максимальную эффективность, а не просто там пойти поприседать, что-то на базаре купить. То есть, качественный, ну, вопрос какой? Все-таки играет роль качественный, комплексный подход. Как к вашему мнению? Да, согласен с вами на сто процентов. Почему? Потому что здесь идет вопрос. Опа, что-то у меня... Так, сейчас, секунду. Все слышно. Все нормально? Да, все отлично слышно, да. Опа, у меня... Что-то у меня произошло. Меня видно, слышно? О, все, включилось. Слышно и видно, да. Слышно и видно. Интернет заглючил. Нет, все слышно. Получается, что обязательно, то есть, каждое направление должно быть непосредственно обусловлено специалистом. Почему? Потому что просто так это бесполезный труд. То есть, если мы хотим качество в конце, то мы должны найти реального специалиста, который занимается непосредственно фитнесом. Почему? Потому что он должен сформировать питание и нагрузку. Это должно быть в индивидуальном порядке. Если мы хотим действительно результат, это индивидуальный подход. Нельзя просто в интернете посмотреть какой-то комплекс и создать для тебя, сказать, что он не подходит. Нет. Он не подходит всем. Я скажу это четко и индивидуально. То есть, подход индивидуальный в каждой ситуации к каждому человеку. И реальность, естественно, специалиста в своем направлении. Вот тогда мы в совокупности создадим обалденный эффект, который будет удовлетворен непосредственно желаниям нашим. Здорово. Здорово. И еще такой момент по питанию, по водному балансу все-таки. Потому что водный баланс, он постоянно скачет. И вот действительно здесь нужно понять, что вода в воде рознь. Есть такой интересный момент, когда вот воды, допустим, человек очень мало пил воды. И вот он начинает пить, и здесь оно у него все стоит ни туда, ни сюда. То есть, организм должен привыкнуть к тому, что он даже с кружки может оттечь. Согласен. То есть, задача интересная, что организм должен понимать, что каждый день его по чуть-чуть будут поить. То есть, здесь задача научиться сотрудничать с самим собой, научиться понимать свой организм. И вот этот вот именно момент сотрудничества, он очень важный. Очень важный. То есть, иногда действительно по чуть-чуть каждый день мы учим, организм понимает, что каждый день хозяин будет наливать водички. И он начинает сбрасывать лишнюю. А иногда получается, что сейчас пью, завтра не пью, послезавтра опять пью. И начинается беда. Организм просто в шоке. Он не понимает хозяина. И он не знает, какая обратная связь. Опять же, вводится в стресс. И начинается конфликт почек. То есть, начинается придерживание водички и оттек. А потом человек говорит, ерунда, это все, ничего не работает. Да не работает это только по одной простой причине. Что мы очень грустно относимся к себе. Как мы хотим результат, если мы такое халатное отношение к себе. То есть, это все должно быть четко, структурировано. И тогда будет хороший результат. Вот так. Благодарю за ответ. Я так понимаю, что в принципе и к идее организм так относится. Да, если резко поменять диету, сесть на голод или поменять продукты, которые много лет, да, и к спорту. То есть, вдруг резко начать 40 километров бегать или приседать. Правильно, Вячеслав? 100%. У нас есть такое понятие. Вот оно везде встречается и в бизнесе, и в работе. Везде. Есть понятие 100. 100 шагов, допустим. Или там, допустим, я не могу за раз 100 раз приседать. Но если я буду каждый день по одному разу увеличивать, то в течение трех месяцев я легко сяду эти 100 раз. Вот точно так же. Чтобы организм не был в стрессе. Опять же, первое, с чего все начинается, это стресс. Если мы не создаем организму стресс, тогда мы четко можем им рулить. Мы его понимаем. А как только идет стресс, все, да. У нас идет нестыковка с самим собой и начинается совокупность всяких этих приключений, которые мы можем создать себе сами. Да. Вот только из-за этого здесь понятие какое? Первая причина и основа всего – это стабилизировать центральную нервную систему. Да, вот у нас есть, допустим, много именно продуктов, которые… вот с чего начинать? Почему? Потому что когда у нас стабилизированная центральная нервная система, мы можем адекватно относиться к тому, что мы делаем. Почему? Потому что когда у нас есть внутренний стресс, дисбаланс, мы куда-то бежим, торопимся, пытаемся что-то успеть, это тоже конфликт, это конфликты щитовидной железы. Но оно нам не нужно. Когда человек спокойный, адекватный, он четко принимает решения, он четко видит свою цель, он четко планирует свои действия, он адекватен в своем намерении, а если он адекватен, то у него будет хороший результат. Круто. А какие базовые продукты для укрепления нервной системы, для создания внутренней гармонии, чтобы база, платформа была для применений? Допустим, вот я сейчас хорошо, вот у меня вот пошло, применяется грифония, ивингформула, цинк. Вот видны в формуле очень интересный состав продуктов, которые вот именно и теанин, который выделен из зеленого чая, экстракты, ихмелис, ихмельников. Да, и есть еще вот тоже шлемник. Я его вот когда увидел, очень интересно, мне понравилось. Магний, тоже, кстати, очень интересный элемент. То есть можно в отдельной совокупности, можно, вот допустим, на сайте увидел название «Без паники». Ну, смешно, интересно, но зато работает обалденно. Это грифония и вингформула. Это банальный минимум, который создает вариант чего? Нормальный сон, нормальное бодрствование, и человек в адеквате может реагировать на ситуативный ряд. Потому что вот у меня есть такие пациенты, которые, ну, допустим, там в министерстве, там нагрузка большая, на психоэмоциональное состояние очень загружается. И когда я вот человеку посоветовал, да, девочка за три дня стабилизировала свое состояние до такой степени, что ее же сотрудники на нее смотрят и говорят «На чем ты сидишь? Как оно тебя не выводит до такой степени, что здесь не получали бы друг друга?» Она говорит «Ну хорошо, мы его просто по-другому сделаем». Вот это состояние ее, их ставит в нелёгкость. Ну, интересно. А это ее здоровье. А это ее, прежде всего, это ее здоровье. Хорошо. Я думаю, что это позитивчик. Реальный позитивчик. То есть я понимаю, укрепление нервной системы – это защита от психосоматических вот этих вот реакций, в первую очередь, на физическом уровне. Конечно. Потому что мы можем адекватно принимать решения и двигаться к своей цели. А когда мы суетимся и спешим, мы можем просто как бы итог, да, явную, красивую дверь, мы можем пробежать. Потому что мы суетимся и не понимаем, куда мы бежим, что мы делаем и тому подобное. Полностью согласен. Дорогие друзья, наше время подходит к завершению нашей конференции. Я благодарю от всех наших участников, вас, Вячеслав, за такую лекцию, информацию. Это просто кладезь. И, конечно, все участники выражают благодарность. Вот я вижу по хлопкам, по знакам. И желаем вам дальнейшего профессионального роста. И будем вас ждать в следующие наши эфиры, в следующие наши конференции. Всем участникам желаю мощного фундамента нервной системы и себя оздоравливать, укреплять и заниматься своими личными целями по здоровью. Всех благ и удачи. Всего доброго. До новых встреч. До свидания. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое. Благодарим всем вам. Всего доброго. Спасибо.